В Одинцово немало мест, связанных с именами великих военачальников. Сегодня мы продолжим наше путешествие по улицам маршала Крылова, маршала Бирюзова и Толубка. Помогут нам в этом специалисты Одинцовского историко-краеведческого музея. Знаменитый военачальник, командующий ракетными войсками стратегического назначения, дважды герой Советского Союза, маршал Николай Иванович Крылов, прошел и гражданскую и Великую Отечественную войну с низкославу, мужественного и отважного воина. Имя полководца носит улицы в Севастополе, Первомайске, Пензе. Бульвар маршала Крылова есть и в Одинцово. На нем расположены более 120 домов, немало новостроек. В 2014 году на доме номер 7 была установлена мемориальная доска с военной биографией маршала Крылова, который находился в рядах Красной Армии с 1919 года. Николаю Ивановичу тогда было всего 16 лет. Николай Иванович, он непосредственно возглавлял ракетные войска в 1963 году. Родился он 16 апреля 1903 года в Пензенской области. В Великую Отечественную войну Николай Иванович прошел от начала до конца, то есть, как говорится, до последних дней. В Великую Отечественную войну Николай Крылов встретил в должности начальника штаба Дунайского крепрайона на южном участке северо-румынской границы в Одесском военном округе. Когда над Одессой нависла угроза захвата, полковник Крылов был переведен заместителем начальника оперативного отдела Приморской армии, а затем начальником штаба. Пройдя оборону Одессы и Севастополя, Николай Иванович был тяжело ранен, но отказался от эвакуации. 27 декабря 1941 года Крылову было присвоено звание генерал-майора. В 1942-м Крылов уже начальник штаба 1-й гвардейской армии, участник Сталинградской битвы и командующий 62-й армией. Генерал Крылов прошел все ключевые сражения Великой Отечественной войны, участвовал в белорусской стратегической операции за отличное командование войсками указом Президиума Верховного Совета СССР 19 апреля 1945 года. Генерал-полковнику Крылову было присвоено звание Герой Советского Союза. Главнокомандующим ракетных войск стратегического назначения маршал Николай Иванович Крылов был назначен в 1963 году вслед за маршалом Сергеем Семеновичем Бирюзовым, начальником Генштаба Вооруженных сил. Военный талант маршала Крылова позволил в кратчайшие сроки привести войска в постоянную боевую готовность. Николай Иванович руководил строительством боевых стартовых комплексов шахтного базирования. Вводом в состав РВСН ракет второго поколения. В период его командования произошло значительное наращивание военного потенциала. Под руководством Николая Ивановича очень возрос ракетный потенциал. Это были 60-е и 70-е годы. Николая Ивановича очень уважали в ракетных войсках. Он часто бывал в частях и к нему относились с глубоким уважением. Бульвар маршала Крылова находится в северо-восточной части города Одинцова. Это уютная улица, которая идет параллельно Можайскому шоссе и улице Чикина. Современники главкома вспоминали, что Николай Иванович был яркой и мощной фигурой. Особенно запоминались его глаза. Выразительные, живые, цепко схватывающие все происходившее вокруг. Маршал Крылов скончался 11 февраля 1972 года. Похоронен у Кремлевской стены. Война вообще это страшная вещь. Это страдание народа. Я хотел бы, чтобы мир был на нашей земле. В 60-е годы прошлого столетия, когда Одинцова активно строился в северной части города, появилась улица маршала Березова, названная в честь главкома РВСН, жизнь которого трагически оборвалась в 1962 году. Ракетные войска стратегического назначения маршал Советского Союза Сергей Семенович Березов возглавлял с 1962 по 1963 годы. Главнокомандующий был отмечен пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова Первой и Второй степени, орденом Кутузова Первой степени, орденом Богдана Хмельницкого Первой степени. Как и все, прошел Гражданскую войну, он прошел и Великую Отечественную войну, тоже в должности начальника артиллерии полка, начальника артиллерии бригады, дивизии, корпуса, все с командира взвода до командующего округом. Маршал Березов является одним из руководителей, назначенный на операцию «Анадырь», Карибский кризис, Березов был назначен, руководил этой операцией. На него доля выпала, выпала 62-й год, 60-й, 62-й год, выпала доля войны, то есть, будем говорить, противостояние американцев и нашего Советского Союза. Он проживал у нас в Одинцово, он жил в доме номер два. Там жили такие ветераны Великой Отечественной войны, пограничники, Коренчук и Корчагин. В одном из городов Югославии был поставлен памятник Великой Отечественной войны, и он летел на открытие этого памятника, и самолет разбился. Погибли все, кто был на этом самолете, в том числе и маршал Березов, командующий ракетными войсками стратегического назначения. Дом номер два на улице маршала Березова получил название «Генеральский». В нем проживали герои Советского Союза Феодосий Коренчук и Лев Корчагин. С улицы маршала Березова в Одинцово и появилась традиция называть бульвары и улицы именами знаменитых ракетчиков. Так, в 2004 году постановлением губернатора Московской области одна из новых улиц микрорайона 7А получила имя еще одного главкома РВСН Владимира Федоровича Толубка. Владимир Федорович Толубка является почетным гражданином города Одинцово. Ведь на посту главнокомандующего РВСН он проявил невероятную заботу военнослужащих. Его стараниями город Одинцово стал и волейбольной столицей Подмосковья. При нем была создана команда мастеров «Искра». Был возведен одноименный спорткомплекс. Благодаря Толубка город наш преобразился, выстроился. Именно так он его строил. Он впервые стал строить 14-ти этажки. Первая 14-ти этажка была построена по улице Северная, дом 28. Многие ракетчики, ветераны ракетных войск получили именно в этом доме, квартиры, тоже благодаря Толубка. Но Толубка, он родился 25 ноября 2014 года. Великая честная война на него выпала. Он от командира танкового взвода дошел, войну прошел до командира танковой бригады. Участвовал на Юго-Западном фронте, участвовал на украинских фронтах, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Был руководил танковым корпусом. После Великая честная война Толубка продолжал службу в танковых войсках. Он закончил генеральную академию генштаба, бронетанковую академию закончил. Продолжал служить в округах, командовал советской группой войск, в Германии командовал. Был заместителем главнокомандующего РСН, но он командовал и округами. Командовал Доневосточным военным округом, командовал Сибирским военным округом. На его долю выпало самое тяжелое время. Он укреплял восточные рубежи нашей Родины, Толубка. На него выпала большая доля. Тогда был большой конфликт с Китаем, китайской границы. В 60-х годах началась война с Китаем. Не война, но такие локальные конфликты, как Даманский полуостров там, где именно Толубка был командующим округом. На него выпала эта доля защищать рубежи нашей Родины, восточные рубежи нашей Родины. Ракетные войска стратегического назначения Владимир Толубк возглавил в 1972 году. Главком вел активную работу по вводу в эксплуатацию ракет третьего поколения. Родил за развитие советской космонавтики. Толубка являлся председателем государственной комиссии по пилотируемым полетам. Курировал подготовку и пуск летательных кораблей. При нем была успешно осуществлена советско-американская программа «Союз Аполлон» в 1975 году. Шестисуточный полет Леонова и Кубасова со стыковкой с американским кораблем. С каждым годом все меняется. И мы только это видим, мы даже не успеваем следить. И мы не знаем, какие у нас запасы и какие у нас новые виды ракет в Советском Союзе есть. Они по сей день являются секретными. Сейчас созданы военно-космические войска, туда вошли ракетные войска, РВСН туда вошел, военно-космические силы. И они усовершенствуют, и много секретов, мы этого не будем знать. Конечно, мы видим все, что на параде ракетные войска, которые представляют. «Искандер», «Тополь-М», «Булава», там, ну еще многие другие виды, видов ракет стратегического назначения. Ну, я скажу, что ракетные войска меняются с каждым годом, потому что это нужно, потому что это требуется. В этом мир не стоит на одной ракете, которая, «Тамагаб», который перелетел до Сирии, долетел. Это была старая ракета 50-60-х годов, и то она что натворила в Сирии. И поэтому мы знаем, мы должны быть и приоритет вооруженных сил, именно в создании ракетного щита нашей Родины. В канун Дня Победы в 2013 году на доме номер 3 на улице Маршала Толубка была открыта мемориальная доска. Память о славной истории ракетных войск бережно хранят и в Денцовском крыльевическом музее. С недавних пор здесь развернута экспозиция вооружения. На центральном месте ракетная установка «Тополь». В 2014 году в Денцовском историко-крыльевическом музее появился символ ракетных войск стратегического назначения – ракетная установка «Тополь». Она прибыла сюда из Сиропухова, из филиала военной академии имени Петра Великого. Стартовая масса ракеты – 45 тонн, пусковая дальность – 10500 километров. Ко Дню Победы в музее подготовлена выставка картин творческого объединения «Этюд». Среди работ – семейный портрет ракетчиков, авторы полотен, ветераны, в том числе и ракетных войск. Здесь же картина Александра Андреевича Пузатикова. Бой под Ершова, мемориал Вакулова, память о войне – жива в сердцах поколений. И это, наверное, навсегда.